В прошлом видео мы вывели формулу реакции РЦЦП на ступенчатое воздействие. А сейчас давайте разберем конкретный пример. Вот здесь в рамке у меня итоговая формула реакции РЦЦП на ступенчатое воздействие. И переходим к примеру. Это у нас будет источник ступенчатого напряжения. Оно меняется с 0,2 В до 1,2 В. Сопротивление резистора пусть равно 1 кОм. А емкость конденсатора пусть равняется 4 микрофарадам. Теперь давайте подставим эти значения в нашу формулу и посмотрим, что у нас получится. Сначала вычислим РЦ. Это будет равняться 1 кОм, умноженному на 4 микрофарада. Кило – это плюс 3 разряда. Микро – это минус 6 разрядов. 1 умножить на 4 – это 4. 3 минус 6 – это будет 10 в степени минус 3. РЦ измеряется в секундах, значит, получается 4 миллисекунды. Теперь подставим остальные значения. УТ-реакция на ступенчатое воздействие равна У нулевому, то есть 2 десятым минус. УС – это ступенчатое напряжение. 1,2. Умножить на Е в степени минус Т, деленное на 4 миллисекунды. Плюс УС. А УС у нас 1,2. Я изобразил график этой функции при помощи компьютера. И давайте посмотрим, насколько это близко к тому, что мы предположили ранее на интуитивном уровне. Вот он, график функции УТ, реакции РЦЦП на ступенчатое воздействие. Ступенчатое напряжение отмечено на графике розовым цветом, и оно поднимается с 2 десятых вольта до 1,2. И если теперь открыть график, который мы изобразили, когда прикидывали поведение цепи интуитивно, можно убедиться, что картинки достаточно схожи. Напряжение на конденсаторе начинается с 2 десятых, с У нулевого, и заканчивается на УС. В нашем случае это 1,2. А между этими значениями график представляет собой вот такую гладкую экспоненту. Вот так ведет себя РЦЦП в ответ на ступенчатое воздействие. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Мы будем рады услышать ваше мнение по поводу этого видео. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то напишите их в комментариях, и мы с удовольствием постараемся ответить на них.